Всем привет! Вы на канале Информатор. Большое спасибо за вашу активность и поддержку. Ну а мы начинаем. Обзор событий за 17 февраля. На Гавайях проснулся вулкан Килуэ, и при этом в южной части острова зафиксировано землетрясения магнитудой 4 и 8, сообщает Геологическая служба США. Килуэ является одним из самых активных действующих вулканов на планете. Он находится на высоте 1243 метров над уровнем моря. Лава излилась из кратера вулкана в связи с усилением вулканической активности. Расплавленная порода выплескивалась из кратера Халимаумау, расположенного на вершине Килуэ. Эксперты выявили конусообразный вентиляционный канал, который создал водосброс для расплавленной породы. Текущее извержение не представляет угрозы для людей и произошло на закрытой территории парка. Но активность вулкана продолжается, специалисты следят за ним. Швейцария закрывает аэропорты. На столицу обрушился град размером с шар для боулинга. Шторм вызвал массовые сбои, серьезно пострадал общественный транспорт. Внезапный ливень с градом в Цюрихе, Швейцария, оставил следы разрушений. Шторм продолжался около 20 минут и сопровождался сильным ветром и проливным дождем. Жители были застигнуты врасплох, когда градины, некоторые из которых были размером с мяч для гольфа, обрушились на город, выбив окна, повредив автомобили и затопив улицы. Социальные сети заполонили изображения и видео последствий урагана, а по городу разбросаны обломки и битое стекло. Несколько человек пострадали от града и были доставлены в больницу для лечения. В местную пожарную службу поступили многочисленные звонки о спасении людей, застрявших в своих автомобилях, из-за наводнения. Власти призвали жителей оставаться дома и избегать поездок, если в этом нет крайней необходимости. Они также посоветовали людям держаться подальше от затопленных зон и принимать меры предосторожности, чтобы избежать любых потенциальных опасностей. Усилия по очистке продолжаются, но ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем город вернется к нормальной жизни. На восточные районы Турции обрушились сильные снегопады. В городе Ван за ночь снежный покров прибавил 30 сантиметров. Сообщается, что в провинции Ван в настоящее время ведутся работы по установлению связи с населенными пунктами провинции. Согласно данным СМИ, в ряде населенных пунктов провинции высота снега достигает 1 метра. На дорогах образовались пробки из-за мокрого снега и льда, на некоторых улицах движение было полностью остановлено. Власти призывают горожан не выходить на улицу без необходимости и пользоваться общественным транспортом. Самое страшное, то что синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. По мнению экспертов, это существенно осложнит поисково-спасательные работы, проводимые после катастрофы. Напомню, что утром в понедельник два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 41 тысяча человек погибли, пострадали почти 105 тысяч. Землетрясение магнитудой 6,1 в четверг произошло в районе Мазбате в центральной части Филиппин, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах от ближайшей деревни Миага в муниципалитете Усон на главном острове провинции Мазбате. Сильное и неглубокое землетрясение произошло после двух часов ровно по местному времени. Угрозы цунами не возникло. Немедленных сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Департамент образования Мазбате приостановил занятия на четверг из-за непрерывных подземных толчков в провинции. Начальник полиции сообщил, что некоторые жители покинули свои дома во время землетрясения. По данным дорожного патруля штата, сильный ветер и пыль препятствовали видимости в Оклахома-Панхандл, в результате чего несколько автомобилей скопились на межштатной автомагистрали возле Гудвела. По данным дорожного патруля Оклахомы, в результате аварии пострадали пять коммерческих автомобилей и еще пять транспортных средств. Министерство транспорта Оклахомы заявило, что все полосы движения трассы 54 были закрыты из-за аварий, вызванных грязным и сильным ветром. Департамент шерифа округа Техас поделился видео с места крушения, на котором видно несколько тракторных прицепов, аварийно-спасательных служб и других транспортных средств на дороге, когда мимо проносится пыль. Порывы ветра со скоростью до 140 км в час были зафиксированы в Оклахоме, Панхандл и на севере Техаса. Местные СМИ сообщили, что столкновение на шоссе 54 произошло около 11 часов 30 минут по местному времени. Сильные дожди стали причиной наводнений и оползней на юго-западе Бразилии. Проливные дожди обрушились на бразильский штат Рио-де-Жанейро, вызвав сильное наводнение в городе Сан-Гонсалу. В городе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей, выпавших в последние дни. За три часа выпало 200 мм дождя. Только в районе Энжения-Пекино, в центральной части города, выпало 99 мм осадков. В городе с населением более 1 млн человек уже зарегистрировано 9 оползней и более 30 случаев наводнений. Улицы были затоплены, и часть земли, где была растительность, была унесена водой. Начальник городского образования приостановил занятия в городских школах, пострадавших от последствий дождя. По данным мэрии, здесь десятки бездомных. В районе Градима ситуация была хуже, чем на прошлой неделе. Жители сообщили, что вода была по пояс посреди улицы и проникла в дома. Отделение неотложной помощи в районе Загорота также было затоплено водой. На кадрах и видео, размещенных жителями в социальных сетях, видно, что медсанчасть затоплена, вода попадает со всех сторон. Отряды гражданской обороны ночевали на улицах, отвечая на звонки населения. В США, все сильнее разгорается скандал со взрывом в Огайо. Там власти сожгли содержимое вагонов с химикатами, которые перевернулись на путях после аварии. Штат с уникальной природой и известными на весь мир каштанами, сейчас, скорее, напоминает картину апокалипсиса. Огайо накрыло огромное ядовитое облако. Гигантские темные тучи, уже две недели, висят над городком Восточная Палестина. На проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз жалуются более 4000 жителей. Они обеспокоены возможным появлением очагов раковых заболеваний и вероятностью заражения подземных вод и колодцев. В ближайших водоемах уже гибнет рыба. Умирают и домашние животные. Экологическое бедствие произошло из-за крушения поезда с химикатами. Грузовой состав, в котором было несколько десятков вагонов с винилхлоридом, сошел с рельсов вечером 3 февраля. В результате аварии сначала возник пожар, а потом одна из цистерн взорвалась. Спасатели решили устроить контролируемое горение. Оставшиеся емкости с химикатами вскрыли и подожгли, что привело к еще более сильному взрыву, который своей формой напомнил очевидцам ядерный. Местных жителей срочно эвакуировали из потенциально опасного района. Но все это время власти США аварию словно не замечали. Винилхлорид – опасный канцероген. Наиболее вреден для человека при возгорании, когда выделяется отравляющее вещество – фазген. Сколько яда попало в воздух, воду и почву за две недели, пока цистерны догорают, сейчас даже подсчитать нельзя. После объявления обязательной эвакуации Национальной эвакуации Субтитры сделал DimaTorzok